МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате на 8 часов было парализовано движение на железной дороге. К счастью, в этом ДТП люди, в отличие от техники, отделались лишь царапинами. Наш корреспондент Константин Кравцов из Красноярского края. Самосвал и электровоз не поделили дорогу на одном из переездов в 30 километрах от Курагина. Водитель «Вольво» выскочил под красный сигнал светофора. Состав из 60 вагонов, груженных углем, по инерции протащил грузовик еще полкилометра. Электровоз сошел с рельс, грузовик раскидало на части. Машинист отделался шоком, водитель на больничной койке. Мужчина самостоятельно выбрался из оторванной кабины, очевидцы его доставили в больницу. По словам медиков, водитель самосвала – счастливчик. Ни одного перелома, лишь царапины и ушибы. При виде камеры он забаррикадировался в палате. От общения с журналистами отказался. Допросить предполагаемого виновника удалось следователям. Им он рассказал, что ослепленный солнцем не заметил поезд. К слову, это уже третье происшествие на железной дороге за последнюю неделю. Однако, самое крупное. Грузовик снес бетонный столб с регулировкой. Повреждено почти полкилометра пути. Из-за аварии на 8 часов было парализовано движение на этом участке. Пассажиров электрички Абаканка-Шурникова пришлось пересаживать на автобус. Грузовик принадлежит местному предприятию «Евразруда». Железнодорожники уже заявили, После окончательной оценки повреждений выставят счет, возможно, не только водителю, но и металлургам. Вероятно, это будет не один миллион рублей. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Трагедией чуть было не закончился поход абазинского фотографа-любителя в одну из пещер вблизи перевала Отголь. По тревоге были подняты специалисты Южно-Сибирского поискового спасотряда и местные жители. С места событий Юлия Константинова. Вот он, виновник происшествия, усталый да безумие счастливый, так как почти не надеялся, что вернется домой. В Отгольской пещере любитель острых ощущений провел больше суток, показавшихся ему вечностью. Отгольская пещера интересная, свежая, открытая относительно недавно, многоярусная, на среднем есть озеро. Именно его и решил поснимать фотограф-любитель. Взял аппаратуру, спустился вниз. Сначала, рассказывает, все было хорошо. Снимки получились потрясающие. Особенно впечатлил озерный зал, да так, что забыл, какой ход ведет к подземному водоему. Затем паника. Долгие безрезультатные часы поиска выхода из пещеры. Без веревки оказался почему-то и попал в воду. То есть он промок, мог бы переохлаждение заработать. Могут с ногами какие-то проблемы возникнуть. То есть есть объективные пещерные опасности, такие как переохлаждение в первую очередь, абсолютная темнота, стопроцентная влажность, замкнутое пространство, возможность естественного камнепада. В общем, пещера не место для прогулок. Сюда надо идти подготовленным. Имея хорошее снаряжение, сухпайок, соблюдая все требования техники безопасности. И лучше с проводником, который знает подземные ходы. А еще надо обязательно предупредить, куда и надолго ли идете. Житель Абазы жену предупредил. Всю ночь вместе с сыном она искала, но не нашла даже вход в пещеру. Утром позвонила в МЧС. Спасатели тут же выехали на место. Однако нашел незадачливого туриста его земляк, альпинист-спелеолог Николай Игнатьев, к которому женщина тоже обратилась за помощью. Ну я в курсе, я просто где он может быть. Там уже четвертый человек. Я вот поднимаю четвертого человека оттуда. Они все там водят. В этом случае на счету каждая минута. Чтобы добраться из Абакана к Отгольскому перевалу, профессиональным спасателям потребовалось больше трех часов. Поэтому местным властям, особенно Базинским, Сайногорским, Ширинского и Арджиенкидзевского районов, на чьих территориях много пещер, есть горы или озера, сотрудничество с общественными организациями туристов, спелеологов, альпинистов необходимо. Для многих туристов-любителей это вопрос жизни и смерти. Юлия Константина, Владислав Пустовой, 200 Хакасия. Затяжная весна в Хакасии отодвинула сезон активности степных клещей. Специалисты Роспотребнадзора считают, что эту фору во времени можно использовать для того, чтобы поставить профилактические прививки от вирусов, которые переносят опасные насекомые. Ежегодно жертвами клещей в Хакасии становятся около 4 тысяч человек. И в этом сезоне, по прогнозам санитарных врачей, активность клещей не снизится. Заболеваемость энцефалитом и другими инфекциями в Хакасии остается достаточно высокой, в 2,5 раза больше, чем в среднем по Сибири. Поэтому, чтобы не попасть в больницу, санитарные врачи советуют не забывать о простейших мерах профилактики. Самым действенным средством врачи считают прививки. В Хакасию поступило 75 тысяч доз вакцины по республиканской программе. Бесплатно прививки получат дети и некоторые категории взрослых, например, врачи и учителя. В принципе, еще не поздно. В ближайшую неделю 2 обратиться за первичной вакцинацией. Получить первую прививку и не менее чем через 2 недели получить вторую. Взрослым необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Дети прививаются в детских дошкольных учреждениях, в школах, студенты, в медицинских пунктах, вузов и профучилищ. День кукольника, который вот уже 11 лет отмечается во всем мире, актеры театра кукол «Сказка» по традиции отметили на сцене. Специально для маленьких зрителей в этот день состоялась премьера спектакля «Кот и лиса». А еще сюрприз. Малышей познакомились с теми, кто готовит постановки. Вот они, одни из самых лучших кукловодов России и мира. Они покоряют своим мастерством жюри престижных фестивалей и конкурсов. Они собирают на спектакли полные залы. Благодаря их мастерству театр «Сказка» стал визитной карточкой Хакаси. Свой профессиональный праздник они вышли, образно говоря, из тени, чтобы торжественно пройти по красной дорожке перед маленькими зрителями. Артистка республики Хакасия Антонина Пичукина! Международный день кукольника вновь аншлаг. Билеты на премьеру распроданы заранее. Возможно, потому что сама по себе народная сказка «Кот и лиса» знакома всем без исключения. Молодой актер Данил Чернов долго выбирал именно такую. Вспомнил просто из своего детства про то, что я всегда очень любил вообще эту сказку. Про что спектакль? Про любовь спектакля. Про то, как человек может, пускай каким бы он ни был плохим, шкодливым, неуемным, но если он находит свою половинку, если он находит человека, который его понимает, то он преображается. Судя по зрительским аплодисментам, новый спектакль – настоящая удача. Наполненный шутками, юмором, очень динамичный, с так называемым «живым планом», когда на сцене ведущие сказки и забавными очаровательными куклами. Яркая сказка. Актеры очень понравились. Мне понравились «Кот и лиса». А почему? Потому что они были веселые. Я хожу на все сказки, ни одну не пропускаю. После премьеры по традиции зрители расходиться не спешили. Писали в книге отзывов благодарности, поздравления, делились впечатлениями и хорошим настроением, которое у малышей поднялось еще и благодаря сладкому сюрпризу. Его для своих любимцев приготовили хозяева – актеры театра «Сказка» в честь Международного дня кукольника. Известные в республике праздники «Весна в Хакасии» и «Этнова» в этом году пройдут в непривычном формате. По крайней мере, это обещает новый куратор мероприятий «Молодежный центр инициатив». В других регионах подобные организации, работающие с молодежью, существуют давно, а в Хакасии она создана только три месяца назад. Ее руководитель Андрей Бухарев рассказал нашему телеканалу, чем еще, кроме праздников, будет заниматься Центр молодежных инициатив и что он изменит в молодежной жизни Хакасии. Смотрите далее ежедневную рубрику «Интервью». На этом наш выпуск завершен. Берегите себя.